Всем огромный привет и добро пожаловать на наш канал Катарина Влоги. Обычная жизнь в Германии. Сегодня я буду делать вот такой вкусный пирог с творогом к чаю. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятно вам просмотре. Моё тесто уже поднялось хорошо. Рецепт теста я обязательно оставлю внизу под видео. В общем, смазываю рабочую поверхность маслом. Выкладываю туда своё тесто. Посмотрите, какое оно у меня хорошее, поднялось, пышненькое, воздушное. Немножко его обминаю и затем раскатываю скалкой. Ну, где-то, наверное, в сантиметр, чтобы не толще было. Вот посмотрите, какой он у меня большой пласт получается. И теперь я буду готовить начинку. Я беру 200 грамм зернистого творога. Вот у меня одна пачка. Добавляю туда 5 столовых ложек сахара. Кто не любит сильно сладкое, можно сахара добавить поменьше. 2-3 столовые ложки. Также добавляю туда масло или маргарин. У меня сейчас маргарин. Ванильный сахар одно пачечка такая. Всё хорошо вымешиваю. Добавлю 1 столовую ложку муки. Ну, не полная, так, без горочки. Также перемешиваю. Добавлю сюда белок. Желток оставлю для смазки пирога, чтобы он был красивый. Всё вымешиваю и выкладываю всё на свой пласт. Всё хорошо вот так вот распределяю его равномерно по своему тесту. Разрезаю потом напополам вот так. И буду каждую часть скручивать рулетиком. Вот так потихонечку, чтобы равномерно он закручивался. И всё вот так вот скручиваю рулетиком. Теперь быстренько смазываю свою форму маргарином. И выкладывать буду туда булочку свою. Рулетик я разрезаю напополам. И переплетаю всё жгутиком. Работать надо быстро, чтобы тесто не развалилось, не разлезло. И всё скручиваю напополам и выкладываю в форму. И так же я поступлю со второй половинкой. Сначала скручу его рулетиком. Затем разрежу напополам. Сверну жгутиком. Вот так вот. Складываю напополам. И аккуратно выкладываю в форму. В желток добавляю немножко молока. Перемешиваю и всё хорошо смазываю. Ну а теперь я кокос смешиваю с сахаром. И всё хорошо высыпаю сверху. Вот так, чтобы оно всё хорошо-хорошо прямо заполнило. Чтобы много-много было. Я люблю, когда много кокоса. И всё. Отправляю на расстойку. Минут на 30. Тесто у меня поднялось. И я отправляю свой пирог в духовку на 30 минут. Очень мягкий, воздушный. Сейчас я его выложу. Я не могу понять, почему на камеру он у меня как бы сгорел. Сейчас на свет. Ну и тут тоже. Но это только на камеру его. Видно, что какой-то тёмный. А на самом деле он очень такой яркий. С такой румяной корочкой. Вот такой он у меня в разрезе. Мне уже не терпится его попробовать. Очень горящий, но очень-очень вкусный. Очень вкусный. Очень нежный, творожный, кокосовый. Очень вкусный. Ребят, сготовьте такое чудо к чаю. И вы не пожалеете. Все домочадцы будут рады. Ну а мне остаётся пожелать вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего самого наилучшего. Всем пока и до новых встреч!